Российский фондовый рынок проседает вторые сутки. Вслед за негативом от введенных США санкций против крупнейших финансовых учреждений сырьевых компаний России, новость о трагедии с малазийским пассажирским «Боингом» в Донецкой области добавила паники на биржах. Индекс РТС упал на 2,5%. Бизнес-аналитик Владислав Зотов уверен, что пока сохраняется напряженный тренд геополитической обстановки, российский рынок продолжит падение. Фондовый рынок, естественно, является острием экономики или, скажем так, как раз вот той эмоциональной составляющей в краткосрочном плане, которая существует в мире. Самолет упал, естественно, это плохо, это негатив, люди продают акции. Что-то произошло хорошее, предположим, наши войска кто-то отвел от границ, или конфликт на той же Украине в переговорную плоскость начинает переходить. То есть фондовые рынки бурно растут. Между тем, третий пакет санкций Соединенных Штатов против России предполагает лишение крупнейших отечественных кредитных учреждений Внешэкономбанка и Газпромбанка доступа к новому финансированию сроком более чем на 90 дней. По мнению кандидата экономических наук Алексея Ульянина, кредитное учреждение ждет нехватка ликвидности. От поступления денег от зарубежных банков во многом зависит малый и средний бизнес. Необходимо изыскивать дополнительные источники финансирования, которые предварительно частично будут компенсироваться за счет средств Центрального банка, а частично за счет увеличения налоговых ставок. И, безусловно, это все скажется негативно на бизнесе. Впрочем, в краткосрочной перспективе негативных последствий от санкций предпринимателей как в Самарской области, так и в целом по России не заметят. Но в дальнейшем, пока внешний рынок заимствований парализован, ситуация может пойти по знакомому сценарию. Если мы вспомним 2008 год, проблема с кризисом ликвидности, невозможностью финансирования, привлекать ресурсы, длинные деньги, она вызвала проблемы с кредитованием представителей бизнеса, и как цепочка потянулись увольнения, потянулись кризисы, банкротства предприятий. Сейчас негативные тенденции, такие тревожные звоночки в экономике тоже есть. Только Европейский банк реконструкции и развития за прошлый год реализовал в России проектов на 2 миллиарда евро. Как считают аналитики, основная нагрузка по их продолжению ляжет теперь на Центральный банк России. Кроме того, важнейшую роль в жизни Самарской области играют и попавшие в санкционный список предприятия госкомпании «Роснефть» и группы «Новотек», подконтрольный уроженцу Новокуйбышевска Леониду Михельсону. Впрочем, руководство этих компаний уже заявило, что собственных ресурсов им хватит для полноценной работы.